Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романова. Алтайский край – новатор. В нашем регионе в одном из первых появился региональный материнский капитал. Теперь решается вопрос о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Об этом рассказал депутат АКЗС Борис Трофимов по итогам 17-го съезда партии «Единая Россия», который прошел в Москве. Борис Трофимов принял участие в работе дискуссионной площадки «Социальная политика». Вопросы, которые там обсуждали, касались улучшения благосостояния жителей страны. С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда. Решается вопрос об увеличении зарплаты бюджетникам, индексации пенсии. Программа «Доступная среда» продолжит работать до 2020 года. Актуальные вопросы демографии. Земля для многодетных семей – один из приоритетов на ближайшую перспективу. Тема очень острая. Почему? Предоставлять земельные участки надо с инфраструктурными, всеми коммуникациями. У нас просто физически нет возможности в пригороде Барнаула, Биска эти вопросы решать. То есть вот эти ключевые вопросы – повышение мрот, повышение заработной платы, доступная среда, предоставление земельных участков – это вопросы практически уже с сегодняшнего и завтрашнего дня на территории Алтайского края. С 1 по 8 января в дни новогодних каникул график общественного транспорта в Барнауле изменится. Утром 1, 2 и 3 января число автобусов сократят вдвое. Также 2 и 3 числа маршруты будут ходить по расписанию выходного дня. В целом с 1 по 8 января общественный транспорт будет обслуживать барнаульцев и гостей города согласно действующему расписанию выходного дня. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января будет организована бесплатная доставка горожан с ночной праздничной службы. Телеканал Катунь-24 продолжает акцию «Мандариновое настроение». В этот раз нашими героями стали волонтеры общества защиты животных «Преданность». Именно они в этом году спасли символа наступающего года собаку по кличке Белый. Телеканал Катунь-24 продолжает акцию «Мандариновое настроение». С подарками мы приехали в БИС к волонтерам общества защиты животных «Преданность». Именно они летом этого года спасли собаку, которую травила крысиным ядом хозяйка. История Белого не оставила никого равнодушным не только в крае, но и за его пределами. Собаку из рук живодеров вызвали либийские волонтеры. Ведеринары были уверены, что животное умрет, но добровольцы смогли сохранить Белому жизнь. Собрали средства на его лечение и до сих пор заботятся о Белом, пока он ждет новых хозяев. Благодаря таким волонтерам по всей стране Госдума наконец ужесточила наказание за живодерство. О том, что собаку травят крысиным ядом, стало известно благодаря неравнодушным бичанам. Именно они позвонили в преданность и сообщили о беде. Когда приехали волонтеры, пес был заколочен в будке. Сейчас Белый здоров, но полностью доверять людям по-прежнему не может. Всего на передержке в приюте 160 собак и 60 кошек. О них заботятся добровольцы. Их всего трое. Светлана приезжает сюда в свободное от работы время, чтобы позаботиться о них, самых преданных домашних животных на свете. И ей знакомы повадки каждого. Дружит со своей соседкой. Белый выходит к людям, когда он чувствует, что к нему идут с добром. Еще он любит вкусняшки. На вкусняшки он всегда готов выйти. Играет. 10 килограммов мандаринов от компании «Фруктовый мир» мы только что подарили волонтерам общества защиты животных преданность. Кстати, 2018 год – это год собаки. Вместе с волонтерами нам уже удалось сохранить жизнь символу этого года. В будущем году такая возможность будет у каждого из вас. Помочь действительно просто. И, кто знает, может быть героем следующего года станете именно вы. Варентина Аскерова, Сергей Балуев. Новости. И снова непогода. В Алтайском крае днем сегодня, 29 декабря, и в первую половину ночи 30 декабря ожидается снег. Мокрый снег, временами сильный. Метели, усиление ветра до 15 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Будьте внимательны и осторожны. Наш эфир продолжает «Утренний канал». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова